корейская куриная каша сегодня готовим кашку и начнем с ознакомления с ингредиентами нам потребуется 2 головки чеснока 4 китайских финика джу-джу-би которые если нет можно и пропустить и 4 стручка зеленого лука а также одна курица среднего размера или маленького кого какая найдется с курицы мы должны снять кожу если мы не хотим чтобы было в каше много жира если же к жиру относится нормально то кожу можно и не снимать закладываем курицу в кастрюлю подходящую по размеру в которой собираемся ее кипятить варить кашу и все остальные овощи также закладываем вместе финики зеленый лук и чеснок чеснока а вообще в корее используют очень много практически во всех блюдах это и полезно и в то же время очень вкусно и заливаем в воду воду заливаем на тот уровень чтобы она покрывала все имеющиеся ингредиенты но самое главное курицу и варим час минимум час под крышкой за это время мы подготавливаем с вами овощи нам потребуется половина луковицы и половина моркови приблизительно и мы нарезаем лук мелкими кубиками и затем морковку тоже нарезаем мелкими кубиками вообще объем овощей зависит от того насколько вы их любите можно добавить также и грибы с грибами получается очень вкусно просто грибов у меня сегодня не было так где-то вот например если берете шампиньона то 23 шампиньона можете нарезать опять же повторю что объем закладываемых овощей и их набор зависит от того насколько какие вы их любите а также мы два стручка зеленого лука нарезаем мелкими кольцами зеленый лук нам потребуется для топпинга а сами овощи мы отправим в кашу по истечении часа но вы еще проверьте проварилась кули курица или нет и мы должны будем ее затем вынуть и целиком остудить также из бульона мы с вами вынимаем зеленый лук и китайские финики джу джуби чеснок остается внутри но если вы его не любите то тогда выньте его опять ставим на огонь и должны будем заложить в бульон рис у меня есть вчерашний отваренный рис его остатки его я и закладываю если же у вас отваренного риса уже нет оставшегося то три стакана риса залейте холодной водой и настаивайте его час затем воду слейте а рис заложите и варить уже в бульоне варим мы на среднем огне сначала под крышкой до состояния образования густой массы за это время мы уже под остывшую курицу начинаем разделывать руками то есть мы должны будем мясо с вами руками расщепить на кусочки мы используем не только мясо филе но также снимаем мясо из других частей курицы с ног из крылышек но если допустим вы не любите мясо ногу или крылышек то тогда вы можете использовать например для каши только мясо филе и так мы расщепляем мясо руками и часть филейную часть в основном я отложила для красивого топпинга который делается на этой каше а остальное мясо остальных частей курицы я буду закладывать в кашу когда масса достигла густоты то мы продолжаем варить без крышки и на среднем огне на среднем огне все время помешивая чтобы каша не подгорела и можно закладывать овощи морковь и лук заложив овощи мы перемешиваем все и продолжаем потихоньку варить пока овощи не размякнут когда овощи размякнут то можно закладывать уже подготовленное куриное мясо заложив мясо мы все перемешиваем буквально где-то две минуты продолжаем мешать чтобы мясо прогрелось поскольку оно было остывшим и добавляем уже необходимые специи добавляем соль где-то около одной чайной ложки но специи это всегда дело вкуса поэтому посолите попробуйте как но вам и далее черный молотый перец я добавил тоже около 1 чайной ложки но опять же специи дело вкуса перемешайте попробуйте если нужно то добавьте еще и кунжутное масло добавляем одну столовую ложку если у вас кунжутного масла нету то просто пропустите этот момент но она добавляет особенный вкус и аромат этому блюду не делать его по-настоящему азиатским добавив кунжутное масло мы все хорошо перемешиваем и собственно говоря блюдо готово но все зависит от того какой густоты вы любите кашу доведите кашу до той густоты которая нравится вам и время сервировать а вот как сервировать это тоже особый вопрос это тоже делает кашу азиатской мы закладываем кашу в пиалу или другую посуду в которой собираемся подавать и затем отложенные кусочки филе мы с вами выкладываем сверху в середину сверху на кашу и затем посыпаем сверху прежде нарезанным зеленым луком а также польем еще сверху и кунжутным маслом опять же скажу что кунжутное масло если нет или не любите можно пропустить и вуаля блюдо готово можно есть о полезности каши знают все в корее каши никогда не переставали есть это является частью традиционной кухни кстати в корее есть особые рестораны где готовят варят именно вот только кашу и люди выстраиваются очередь чтобы ее поесть надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь и сейчас есть возможность еще раз ознакомиться с ингредиентами приятного аппетита и и Субтитры создавал DimaTorzok